Жители Екатеринбурга выстраиваются в очередь, чтобы подписаться под инициативой о возвращении городу прямых выборов мэра. Чтобы инициативу рассмотрела региональная дума, нужно до 11 сентября собрать 10 тысяч подписей. Мы сами должны решать, кто для нас плохо, кто хороший. Ну хоть какие-то выборы в нашей жизни будут, потому что никаких больше не осталось. Горожане перестали выбирать мэра два года назад. Тогда, несмотря на протестные акции, региональный парламент принял закон о том, что главу города будут выбирать депутаты городской думы. Нынешнего руководителя Александра Высокинского в Екатеринбурге уже не называют народным мэром, как это было с его предшественником Евгением Розьманом. Активисты из нескольких политических и общественных движений объединились в новую организацию «Народная инициатива». Они могут подписи просто по беспределу зарубить, как вот на прошлогодней кампании в Мосгордуму в Москве. Подписи кандидатов просто на надуманных основаниях зарубали. То есть может быть и здесь так случится. После того, как волонтеры объявили о сборе 2,5 тысяч подписей, у народной инициативы начались проблемы. Региональное министерство общественной безопасности при поддержке полиции конфисковало Кубы. Из-за баннеров с призывом поставить подпись действия волонтеров квалифицировали как несогласованный пикет. Сборщиков задержали, выписали штрафы. Председатели инициативной группы депутата городской думы Андрея Пирожкова оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного мероприятия. На следующий день, как только мы объявляем, что в целом у нас все хорошо идет и что с очень большой вероятностью мы соберем эти 10 тысяч подписей, и на следующий день вот как раз происходят эти события, что и полиция, и Министерство общественной безопасности начинают все точки накрывать. Ну, кроме того, что испугались, я по-другому как бы расценить эту ситуацию не могу. За несколько дней жители Екатеринбурга пожертвовали волонтерам сумму, достаточную для покупки новых кубов. Без них работать с бумагами сложно. Август на Урале будет дождливым. Только теперь, чтобы снять вопросы полиции, палатки и народные инициативы сделали полностью белыми. Белый цвет нашего протеста шутят волонтеры. На сегодняшний день необходимое количество подписей почти собрано. Антон Гуськов, Радио Свобода, Екатеринбург.